1565 год, во-первых, расцвет деятельности Ивана Фёдорова, надо о нём поговорить, и Конрад Гесснер свою главную книгу выпускает вот об этих двух культуртрейгерах, о людях, которые культуру продвигали. Иван Фёдоров родился примерно 1520 год в Москве. Когда он потом эмигрировал в Украину, он постоянно себя указывал так, что он москвитин или московит. То есть его официальная латинская подпись, которую он сам себя подписывал, была «Яханнес Теодори Москус». То есть Иоанн Теодор Московит. Поэтому, кстати, московитами как раз политкорректно называть это никого не обижает жителей Московской Руси. А вот называть их русскими это обижает как раз украинцев и белорусов, которые тоже претендуют на наследие Киевской Руси. И в 16 веке они так московитов не называли. То есть в данном случае вот сам даже Иван Фёдоров, один из создателей московской культуры, которого там уважают в Москве, он сам себя называл московитым и не считал, что это какая-то дискриминация или обида. И постоянно так себя в Литве и сам себя и обозначал. Сейчас считается, что он не был первым, кто что-либо печатал. Ещё с 1552 года Иван Грозный пытается организовать типографию, но он издал первые книги, которые были датированы. И он, безусловно, был лидером печатников 60-е годы в Москве. Известно, что из Дании прислали специалиста Ганса Миссингейма в 1550-е годы. И из Польши также как раз вот ввезли печатный станок в 1550-е. Они напечатали несколько изданий неподписанных. Был также такой деятель Маруша Нефедьев, которого послали в Новгород, и он оттуда привёз Васюка Никифорова, который резал там буквы и всяческие украшения. По всей видимости, у них был учеником Иван Фёдоров, которого назначили в 1563 году главой этой всей организации, которая книги печатала. И как раз первую книгу, которую Иван Фёдоров напечатал в 1564 год, «Апостол», о чём я говорил. Но она новаторская, она красивая, и вклад свой, конечно, Фёдоров внёс в это, хотя он, видимо, был учеником каких-то первых печатников. На него велись какие-то репрессии непонятные. От кого исходили от царя, не от царя, не совсем ясно. Царь был повёрнутый, поэтому он мог, в принципе, то репрессировать, то помогать с него бы сталось. Джильс Флетчер, английский дипломат, в принципе, был союз России и Англии в тот момент, даже Иван Грозный хотел в Англию избежать, и даже предлагал Елизавете за него выйти замуж королеве английской. Ну так вот, этот Джильс Флетчер говорит, что «Привезли из Польши в Москву типографский станок, сделали типографию с позволения своего царя, но вскоре дом ночью подожгли, и станок с буквами совершенно сгорел, о чём, как полагают, постаралось духовенство». Ну вот, может быть, это, кстати, та самая оппозиция против Ивана Грозного, возможно, она постаралась, так как они считали, что они там сейчас будут книги церковные исправлять, возможно, там Елиз какая-то. Ну, в целом, в общем-то, это был проект царя. Однако, типографию сожгли, и, с другой стороны, вот сам Фёдоров, он же не царю жаловаться пошёл, а он убежал. Поэтому, видимо, Фёдоров всё-таки предполагал, что там и опричники участвуют. Непонятно. В принципе, Москва под контролем опричников. Фёдоров сам в 1574 году, уже будучи давно эмигрантом, об этом писал достаточно так абстрактно. Он писал, что в Москве его преследовали всевозможные начальники, они его обвиняли в елисях и хотели уничтожить вот это божье дело печатание книг. Вот так Фёдоров сам описывает. Что конкретно было, он не описывает, как его преследовали. Ну, мало ли ещё, политика, да, может быть, он и поставится в месте московитов, никого конкретно не упоминает по имени. То есть вот так вот преследовали, и он убежал. Вот такая его позиция. Придурки, он пишет, да, вот не понимают, что надо просвещать людей, печатать книги. Идиоты. То, что они религиозные фанатики, он понимает, об этом он пишет. Иван Фёдоров был лоялен польскому королю, которому он убежал, и всячески прославляет Польшу во всех своих работах в период эмиграции. Когда он перебежал, его поддержали белорусы сразу же и украинцы, потому что мало было специалистов по книгопечатанию. Не печатали лютеране, православный книг массово не печатали. Скорее напечатал что-то, ну, скорее напечатал мне в Польше, там всё. Его сначала Гетман Хаткевич принял и создал типографию во главе с Иваном Фёдором в Заблудове в своём имении. И там Иван Фёдоров напечатал учительное Евангелие, сборник различных бесед на евангельские темы христианских, православные. Издал в 70-м году там Иван Фёдоров Псалтырь. На базе Псалтыря обучали грамоте. Это он всё издал вот для белорусов, для украинцев уже. Затем произошла Люблинская уния. Пытались объединить православных с католиками, это вызывало проблемы. Поэтому Иван Фёдоров перебежал во Львов. Во Львове ему было тяжело, он пытался опереться на местных православных. Они были в тяжёлом положении, потому что большинство там приняло унию. Тем не менее, вот в тяжёлых условиях он остался лояльным Польши. Он издал книгу «Апостол» в 1574 год. Вот там как раз имеет послесловие. Уже в послесловии не восхваляется московский царь, как в послесловии к апостолу. А во львовском апостоле он пишет, что его преследовали в Москве. И вот теперь его поддержал, так сказать, польский король, дал ему убежище. Он продавал во Львове, во Вкракове, в Коломые эти свои книги. Его поддержали частично поляки. Ну, однако, в целом у него коммерчески всё это было неудачно. И еврей Израиль Якубович у него перекупил типографии в 1579 году. Однако Константин Острожский, князь белорусский известный, пригласил его в Острог. И там как раз Иван Фёдоров печатал Острожскую библию. Это его тоже крупная работа. Первая полная библия на церковно-славянском языке. Там он изобрёл, кстати, новую пушку. Многоствольную мортиру. И вот это даже изобретение. Он потом поехал в Вену, демонстрировал там немцам. То есть он ещё и изобретение делал, чтобы поляки лучше воевали с московитами, видимо. Так что европейцы, они, конечно, выиграли от того, что Иван Фёдоров к ним перебежал. Он там сделал первую украинскую типографию белорусскую. Ну, вторую белорусскую, да, и первую украинскую. Изобрёл им пушку. И вообще сотрудничал и так далее. Имеется его переписка с Курфёрстом Августом. Как раз, похоже. Ну и вот, вернувшись из Германии, в принципе, на пике своей деятельности, Иван Фёдоров умер в 1583 год. Нет данных, что вы печатали книги в Украине до Фёдорова. То есть Фёдоров является определённо первым украинским печатником и одним из первых московских. Потому что перед ним какие-то были всё-таки в Москве. Но ближайшие 10 лет. То есть в 1552 году началось книгопечатание в Москве. И примерно 10 лет Фёдоров учился, потом его поставили начальником. Такая история в Москве. А в Украине вообще не было. И вот он там всё это только ввёл. Фёдорова сильно прославляют в Москве как основателя культуры. Там множество всяких музеев, всяческих там календарей. Названы всевозможные колледжи и так далее. Так же и в Украине тоже имеется памятник во Львове. И улицы имени Ивана Фёдорова, институт его и так далее. Но даже вот на фоне событий я не вижу причин рукать Фёдорова украинца. Потому что он перешёл на их сторону. Добросовестно работал на Речь Посполитую. Поэтому тут, я думаю, претензий не должно быть к Фёдорову. Всё, человека, так сказать, в Москве довели. И он перешёл на правильную сторону, так сказать. При Сталине пытались, как я уже рассказывал, раскрутить Ивана Грозного. И вот Ивана Фёдорова пытались выдать за соподвижника Грозного, так сказать, прогрессивного этого деятеля, учитывая его достижения в культурной области. И в этом плане тоже пытались интерпретировать, снимали фильмы. Ну и сейчас, естественно, тоже во всех этих фильмах недавно вышел сериал, российский в 2009 году. Естественно, когда эпоха Ивана Грозного анализируется, там всегда Иван Фёдоров как колоритная фигура культурная возникает. Надо поговорить о Конраде Гесснере. Это швейцарский энциклопедист, который написал пятитомный труд «История анималиум». Это одна из первых таких энциклопедий животных. Это был крупный биолог. Он начинал, кстати, как профессор греческого языка. Вот они все-таки из филологии вышли, они все сначала греческий учили, но потом он с греческого языка переучился на медицину и стал медиком. Он писал медицинские книги, и в этом контексте он решил написать полный обзор всех животных. Вот «История анималиум» – это как энциклопедия «Мир животных». Также он много работал и по ботанике, по фармакологии, классификацию растений, руководство по истории растений, его работа. Ну, потому что ботаника была основой медицины, естественно, лекарственных растений. Карл Линей, который создал современную научную классификацию, он последователь этого самого Гесснера, очень его ценит. Гесснер первый выделил там род, вид, класс и прочие группы. Линей просто развил его вот эту концепцию, уже ее дополнил, полностью расширил за счет данных уже 18 века. Но, безусловно, для 16 века такой крупнейший биолог, который составил первую научную классификацию растений и животных – это Гесснер. Его книги были прекрасно иллюстрированы, вот пример иллюстрации, там красивые были растения, животные, могли быть как учебные пособия. Также он работал в области лингвистики, потому что он начинал вообще как лингвист, профессор гаеческого. Он написал работу Митридатес, которую я уже комментировал в курсе по истории языка знания. Там он собрал данные по 130 языкам, которые тогда были известны, включая языки индейцев, тюркские там языки, африканские языки малых народов. Ну, конечно, это научное сравнительное языкознание только начиналось, у него достаточно примитивно, но все-таки описаны эти языки, даны примеры текстов. И в этом плане он тоже великий и знаменитый. Борхес его любил, в плане того, чтобы он пытался построить некую всемирную классификацию всего на свете. Гесснер еще библиотечные классификации создавал, но как такого классификатора Борхес интересовался. Названные два растения в честь Гесснера, и вот тоже как такой культурный деятель он известен. Продолжение следует...